Всем привет, с вами Прия. Сегодня поговорим о реализации изначального Саргерита, и на мой взгляд, самой лучшей является закупка астрального вьюнка. И не просто закупка, а последующая его реализация в алхимии, а именно для крафта астральных лечебных зелий. Попросив алхимика с гильдии Валориума, рыцаря смерти, у него третий уровень лечебных зелий, что позволяет крафтить их чуть в большем количестве. Третий уровень позволяет увеличивать вероятность приготовления нескольких зелий одновременно. И он скрафтил примерно 20 зелий, и один крафт прокнул в двойном объеме. Может быть, мне повезет чуточку больше. У меня накопилось на шамане 87 Саргерита, и сейчас все это дело я успешно потрачу, купив вьюнок. На самом деле, весьма неплохо было бы приготовить на это дело макрос, и с помощью макроса уже закупать вьюнок, при этом не подтверждая этот обмен. Но я его напишу чуточку позже, и в комментариях под видео обязательно вам скину. Ну что ж, 870 вьюнка. 870 мы делим на 15, потому что 15 вьюнка требуется для одного лечебного зелья. Это ровно 58 крафтов. Передаем все это в руки рыцарю смерти. Ровно 870 штучек. Нажимаем обмен. И внимательно смотрим в чат, надеемся на проки. Может сразу сделаться 3 зелья, может быть, даже больше. Сейчас мы все это дело посмотрим. Как-либо ускорять видосик или что-либо делать с ним еще, я не собираюсь. Как вариант, абсолютно со всех персонажей, если вы не будете делать какие-либо крафты, связанные с саргеритом, покрафтите вот эти лечебные зелья. Они весьма хорошо покупаются. Они весьма хорошо покупаются теми людьми, которые рейдят. Теми людьми, которые ходят в мифик плюсы без чернокнижника. Так как астральное лечебное зелье, оно исцеляет миллион триста здоровья. А старое зелье, древнее лечебное, из старой травы, которая собирается на обычном контенте расколотых островов, оно восстанавливает вдвое меньше, всего лишь 613 тысяч. Так, а что там по прокам? Х2, Х3, Х2, 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 Х2. То есть это получается плюс 7 зелий пока что. Ну, весьма неплохо. Посмотрим, что будет в итоге. Может быть, будет какой-то феноменальный прок на сразу 20 штук. Такое возможно? Я думаю, да. По почте какие-то интересности пришли. Изначальный саргерит — это предмет, который получается при выполнении локальных заданий на контенте Аргуса, а также при добыче руды, травы и при снятии шкур. То есть при занятиях добывающими профессиями. Да, то есть когда вы занимаетесь добывающими профессиями, вы можете получить изначальный саргерит. А он, кстати, прок на 5 зелий. Весьма неплохо. На 4. Ну, да, конечно, с третьим уровнем зелья намного приятнее все это дело крафтить. О, опять на Х5. Чудненько. Мне кажется, крафты идут уже к завершению. Остается только правильно просчитать, передать зелья мне и скинуть их на аук. Радоваться полученному золоту при продаже. То есть скрафтилось ровно 4 стака за место 58. И это 5200 голды с 87 саргеритом. Весьма неплохо. Если у вас есть знакомый алхимик с третьим уровнем астрального лечебного зелья, либо же вы сами являетесь алхимиком с этим крафтом, то обязательно реализуйте все эти реагенты. Пока не поздно. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. Не забывайте про эту чудесную гильзию. Не болейте, ума вам побольше. Не забывайте смотреть YouTube и ВК-группу. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok